Ирригатор – это прибор, который удаляет мягкий зубной налет бактерий и остатки пищи с ваших зубов или десен с помощью воды, выпрыскивающейся под большим давлением. Он не заменит зубную щетку, но справится там, куда та не смогла проникнуть. То есть выступает отличным ее дополнением для людей, которые привыкли следить за своей полостью рта, дабы банально не было неприятного запаха и не запускались процессы кариеса, тихо разрушающие ваши зубы. Многие считают, что тщательно оболоснуть рот равно пользованию ирригатором или то, что зубная нить справится ничуть не хуже. Могу заверить вас, что это не так. Ирригатор доберется туда и вычистит то, чего не в состоянии добиться каким-то из вышеуказанных способов. Также они просто необходимы людям с высокой скученностью зубов, мостовидными протезами, коронками или брекетами. Ирригаторы разделяют на две большие группы – стационарная и портативная. Первые отличаются более высокой мощностью, работая от сети и внушительным объемом резервуара для воды, что особенно важно, если устройством пользуется вся семья. Портативные модели – это более компактные аналоги, которые при необходимости всегда можно взять с собой в командировку или путешествие. Но прежде чем я начну рассказывать о популярных топ-моделях, следовало бы поговорить о том, что вообще нужно знать при выборе ирригатора. Во-первых, стоит обратить внимание на режимы давления. Как правило, оно варьируется от 200 до 900 килопаскалей. Чем чувствительнее ваши десна, тем ниже требуется давление. А если они сверхчуткие, то есть приборы даже с давлением ниже 200 килопаскалей. И тут всплывает ощутимый плюс стационарных ирригаторов перед портативными, потому что в них давление регулируется плавно, а не ступенями. А это уже удобство использования, так как найти оптимальное давление под себя с плавной регулировкой намного проще. Начинать нужно с минимального, постепенно увеличивая. Иногда максимально комфортной оказывается средняя или даже низкая мощность. Межзубные промежутки хорошо промываются и так, а десна не травмируются. Второе – это режимы. Основных два – пульсирующая струя и спрей. Первое используется для очистки межзубного пространства. Второе – для комплексной очистки полости рта и массажа десен. Во многих моделях режимов больше, но так обычно производители просто показывают, что в режиме спреевых устройствах можно регулировать давление. А вот в режиме струя стоит обратить внимание, с какой частотой пульсирует жидкость. Чем больше, тем быстрее прибор очищает. Как правило, это от 1200 до 1700 микроимпульсов в минуту. Но иногда и этот параметр можно регулировать. Так, опять же, получится подобрать наиболее комфортный для себя уровень. В общем, это основное. Понятно, что есть еще такие важные параметры, как габариты, вес, количество и виды насадок, возможность их разворота на корпусе на 360 градусов, объем резервуара и работа автономной LED-сети. Но все это частные опции, которые каждому и без разъяснений, пожалуй, ясны. Плюс каждый подбирает их под себя, так как все это вопрос индивидуальных предпочтений. Далее в этом ролике моя задача показать вам, из чего можно выбирать. Поэтому сегодня я подобрал для вас 10 лучших портативных ирригаторов. А уже следующее видео мы посвятим стационарным. Приятного просмотра! Один из самых доступных вариантов среди автоматических ирригаторов на рынке – это Bevel VI-911. Но при этом он мощный, компактный и легкий. Девайс имеет три режима работы – массаж десен, чувствительные зубы и стандартный. То есть прибор универсален и подходит для чувствительных зубов или снятия кровоточивости. Мощность 620 кПа не уступает стационарным моделям, а частота пульсации воды 1600 импульсов в минуту обеспечит качественную очистку межзубных промежутков. Ей же способствуют и вращающиеся на 360 градусов насадки, которые удаляют частички пищи в самых труднодоступных местах. А равномерный поток воды обеспечивает мягкий гидромассаж. Минимальный объем резервуара составляет 150 мл, но есть версия и с баком на 300 мл. Одного заряда встроенного аккумулятора хватает на месяц работы, а после двух минут бездействия срабатывает автоматическое выключение. Также нужно учитывать, что заряжается аппарат весьма долго – около 8 часов. Зато в комплекте есть чехол и адаптер. Ирригатор удобно брать с собой в дорогу. В комплект также входят две стандартные насадки. Дополнительные нужно докупать при необходимости. Благо стоят они недорого – примерно по 500 рублей за пару. Любимые режимы, увы, эта модель не запоминает. На Яндекс.Маркете у Bewell много положительных оценок и отзывов. Пользователям нравится компактный размер, качество очистки и высокая автономность. А стоит он там всего 2500 рублей. По-моему, соизмеримо с визитом к стоматологу. На Али устройство тоже можно приобрести, но там цены пока немного дороже. А вообще, переходите по ссылкам в описании и сравнивайте актуальные прайсы непосредственно на момент своего просмотра. Следующий лот – ReveLine RL450. Комплектуется пятью насадками с поддержкой вращения на 360 градусов и работает в пяти режимах с различными уровнями давления, о которых сообщает цветовая индикация. Конкретно, это от 130 до 760 килопаскалей, что еще мощнее, чем прошлый Bewell. Минимальный уровень тоже достаточно низкий и не повреждает десна. Частота пульсации тоже немного выше – 1700 в минуту. Прибор удобен в пользовании. Так, для жидкости предусмотрен резервуар аж на 240 миллилитров. Он удобно снимается и устанавливается, а при использовании устройство можно размещать в любом положении. Подача воды от этого не пострадает, благодаря встроенному, так называемому, якорю. Проще говоря, утяжелителю на конце шланга подачи воды. Сам ирригатор легко держать. У него есть дорожный чехол, что делает его отличным вариантом, чтобы взять с собой. Также ReveLine запоминает последний используемый режим. Питается от сети или аккумулятора, который можно зарядить, к примеру, от компьютера комплектным USB кабелем. Зарядный блок, увы, не положили. Но четырех часов зарядки хватит примерно на 15 дней работы. Среди пяти комплектных насадок можно найти две стандартные. По одной – парадонтологической и ортодонтической, а также для чистки языка. Для более тщательной очистки труднодоступных мест они вращаются на 360 градусов. Если же насадок таки мало, можно докупить, но учтите, что стоят они дороже, чем на другие модели. А также то, что от других ирригаторов насадки не подойдут. В целом, высокие характеристики, компактность и небольшой вес, изящный дизайн делают модель одной из самых популярных в линейке портативных ирригаторов. Она прекрасно подходит людям, которые носят различные ортодонтические конструкции. Но стоит она в два раза дороже того же Bewell, поэтому подумайте, стоит ли для вас того его преимущество. Ссылки на Яндекс.Маркет и на Али, как обычно, в описании. Ну и куда же в топе товаров Алиэкспресс и Яндекс.Маркет без великой и ужасной Сяоми? Впрочем, смешки смешками, но ирригатор у них действительно вышел достойный. У Сяоми Миджа Электрик Тисфлашер МЕО-701. Просто феноменальная мощность. Струя подается под давлением до 960 кПа в максимальном режиме. Но, естественно, предусмотрены и более щадящие режимы. Частота импульсной струи тоже на уровне – до 1400 импульсов в минуту. В лучших традициях Сяоми устройство выполнено в фирменном лаконичном стиле. В комплекте четыре насадки. Стандартная для струйной чистки, для языка, парадонтологическая для десен и ортодонтическая для брекетов. Причем для них специально предусмотрен пластиковый прозрачный бокс для хранения. Модель оснащена водонепроницаемым корпусом. Функция отключения через две минуты. Полная зарядка аккумулятора на 2200 мАч проходит за 4 часа и обеспечивает до 20 дней ежедневной работы. Однако никакой зарядной станции в комплекте нет, а провод USB-C вставляется прямо в разъем на корпусе устройства. Резервуар обладает стандартной емкостью 200 мл и легко отстегивается. Отверстие для залива воды довольно большое. Через него удобно промывать контейнер изнутри. Также в комплекте идет удобный дорожный чехол. В общем, ничего плохого про ирригатор Xiaomi не скажешь. Как всегда, топ за свои деньги. Ах да, Mijia Electric Teas Flasher стоит на Яндекс Маркете до 2500 рублей и примерно столько же на Али. Впрочем, говоря о Xiaomi, хотелось бы упомянуть и Socos V3 Pro, который уже наделен всенародной любовью, потому что прост, проверен и выдает весь необходимый функционал за невысокую цену. А именно 1300 импульсов в минуту, влагозащита IPX7, резервуар для воды на 240 мл, 4 насадки и 3 режима. Максимальное давление струи – 965 кПа. Socos V3 Pro также работает на аккумуляторе емкостью 2200 мАч. Заряда хватает на 80 дней использования, по заявлениям производителя. Впрочем, это, наверное, на минимальной мощности. Подзарядить машинку можно через USB-C. Также устройство обладает встроенной памятью. Нажимая на кнопку питания, запустится последняя установленная программа. По ценам 3400 на Яндекс Маркете и от 3500 до 3500 на Алиэкспресс. У Panasonic EV1211 тоже три режима, а давление можно регулировать от 200 до 590 кПа. Частота пульсации в минуту – 1600. В комплект входят две стандартные насадки. Также их можно купить отдельно – косарь за пару. Не дешево, но что поделать. Чехла тоже нет, так что придется искать подходящий. Маленький и объем резервуара – всего 130 мл. Для одной чистки этого с натяжкой. Но почему в таком случае эта модель попадает практически во все топы, спросите вы? Ну, многие оценят ее за качество сборки, герметичность и эргономику. Прибор очень удобно держать в одной руке, даже миниатюрной женской или детской, ведь его габариты очень компактны, а весит он всего лишь 300 грамм. А еще в комплект положили удобную подставку с сетевым адаптером, чего не хватает конкурентам. В ней также предусмотрены два отверстия под насадки. И еще ее можно закрепить на стену. Время полной зарядки составляет 8 часов, а заряда хватает примерно на 10-12 дней. Правда, индикатор не гаснет даже после того, как ирригатор зарядился уже на 100%. Так что в процессе работы признаком того, что заряд уменьшается, является лишь уменьшение напора подачи воды. А еще этот ирригатор использует микропузырьковую технологию, а не импульсную, как все предыдущие. Отличие вот в чем. Импульсные подают воду пульсирующей струей. Микропузырьковые по сути проделывают то же самое, но они смешивают ее поток с воздухом так, чтобы получались пузырьки. Сталкиваясь с зубами, те вызывают микровзрывы, которые способствуют еще лучшему отделению зубного налета, что намного эффективнее, чем обычные гидроудары. Но в целом можно достичь того же эффекта, если просто увеличить напор воды простого импульсного ирригатора на полную. Микропузырьковый же способ достигает того же эффекта, но при меньшем давлении воды, следовательно, и используют меньше энергии. Поэтому, как правило, они компактнее, и в целом их больше рекомендуют людям именно с чувствительными деснами, которым противопоказано использовать слишком сильную струю. Также отлично подходит для брекетов или виниров. Но есть и недостаток. Микропузырьковые ирригаторы дороже. Так, Panasonic EV1211 стоят от 7 до 8 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. На Али данной модели я, увы, не нашел. В разряд лучших ирригаторов Philips Sonic Air Codeless Power Flosser 3000 попал в том числе из-за своего уникального наконечника насадки Quad Stream X-образной формы. Она разделяет поток воды на 4 струи, которые охватывают большую область между зубами и вдоль линии десен. Тем, кто носит брекетовую систему или пластинки, это просто незаменимо. Если же использовать технологию Pulse Wave, то мягкая пульсирующая струйка плавно направляет поток от зуба к зубу и очищает основательно. Режим спрей предусматривает три уровня интенсивности – 500, 800 и 1300 кП. Резервуар на 300 мл можно пополнить и через боковую дверцу, не извлекая тот из прибора. Само устройство весит 418 грамм. При этом, как вы поняли, оно довольно мощное. Заряжается от комплектного кабеля USB Type-C. Также производитель положил дорожную сумку и две насадки. Из минусов отмечается негерметичное перекрытие зарядного гнезда резиновой заглушкой. Если не доглядеть, контакты будут постепенно окисляться, а ирригатор тогда перестанет заряжаться. Если же все в порядке, то его хватает на 14 дней использования. Есть тут и функционирующий индикатор. Из минусов пишут, что сложно чистить зубы с внутренней стороны. Приходится выворачивать голову, а не прибор, иначе вода перестает поступать в насадку. Но это нужно приноровиться. Ну и еще тут весьма дорогие насадки. Пару штук обойдется в 3000 рублей, что при цене ирригатора более десятки не очень приятно. Риджен РД-350. Лучший бюджетный вариант для тех, кому не хватает пары базовых насадок. Тут в комплекте их шесть. Две стандартные, по одной ортодонтической, парадонтологической, а также для чистки имплантов и языка. Довольно богатый комплект, а еще слаще, что в случае поломки новой насадки к этой модели, легко и дешево купить. Пара базовых стоит всего лишь до 500 рублей. Ирригатор имеет 4 уровня давления в режиме спрей, от 110 до 690 кП. Но так как тип этого ирригатора импульсный, то данной мощности некоторым недостаточно. Частота же пульсации в режиме струя – 1600 микроимпульсов в минуту. После четырех часов зарядки ирригатор может проработать месяц. Прибор сохраняет в памяти последний режим работы, который вы использовали, и может включить его в следующий раз. Из прочих приятностей – вращение насадок на 360 градусов, резервуар аж на 300 мл и небольшой вес всего в 300 грамм. Предусмотрели и встроенный таймер. Через пару минут прибор отключается сам. В комплект входят чехол и USB шнур. За всю эту красоту просят немногим больше 2000 рублей, что очень и очень вкусно по меркам рынка портативных ирригаторов. Ватерпик VP560 – устройство премиум сегмента. Мощность здесь регулируется от 310 до 520 кП в трех режимах, но некоторые также считают, что струя слабовата. Принцип действия – импульсный. Частота пульсации в минуту – 1250. Но Ватерпик – это мировой лидер профессиональных ирригаторов, известный американский бренд, который официально представлен в том числе и в РФ. Поэтому выложить за плюс-минус тот же набор, что и у остальных, здесь придется немалое 12К. Однако производитель считает свой VP560 самым лучшим портативным ирригатором на рынке, созданным специально для путешествий. Во-первых, он самый тихий в классе. Также им можно пользоваться в душе, так как прибор надежно влагозащищен. Подчеркивается и компактность гаджета, который весит всего 360 грамм, а также зарядка от магнитного индукционного зарядного устройства, встроенного в корпус. Кроме того, оно способно заряжать от сетей с напряжением от 100 до 240 вольт, что позволит сохранять частоту и здоровье зубов в любой точке мира. Заряжается менее чем за 4 часа, чего хватит на неделю использования. Из насадок две стандартные – одна ортодонтическая и одна для имплантов. Но можно купить и комплект из пяти штук на сайте производителя, стоит приемлемо около 1300 рублей. И еще они вращаются на 360 градусов, что позволяет лучше очистить труднодоступные места. Объем резервуара всего 180 мл, что при должном уровне сноровки позволяет провести полноценную 45-секундную ирригацию полости рта. В комплектацию входит специальный футляр для удобного хранения насадок, а также мягкая сумочка-мешочек. Специальная же заглушка предотвратит вытекание капель из прибора во время переноски. И еще покажу вам парочку лучших ирригаторов, которые представлены брендами на Али, и о которых я еще не рассказывал. Первый – Mornwell D52. Это самый популярный прибор на Алиэкспресс. Его заказали больше 30 тысяч раз и оставили 11 тысяч отзывов. Сам девайс имеет большой объем резервуара – 300 мл, кабель для USB-зарядки и 4 сменные насадки – 3 стандартные и одна для чистки языка. Давление струи воды подается в трех режимах – от 276 до 620 кПа и 1400 импульсов в минуту, что позволяет добраться до любых труднодоступных мест, так как технология тут не импульсная, а микропузырьковая, как на том же Panasonic, например. Батарея на 1400 мАч обеспечивает работу до двух недель без подзарядки. Зарядка же поддерживается в сетях от 100 и до 240 вольт. Есть полноценный индикатор заряда. Также модель снабжена функцией отключения после двух минут работы и имеет защиту от воды IPX7, что дает возможность ирригатору до 30 минут находиться под водой без никаких последствий. Но я бы не советовал этого делать, а вот пользоваться им под душем можно без всякой опаски. Пожалуй, Морнвелл предоставляет лучшее соотношение цена-качество. Не зря он самый популярный на площадке Алиэкспресс. И да, стоит он там чуть более 2000 рублей или 20-25 долларов. На Яндексе тоже есть, но там дороже. Впрочем, у Морнвелл есть еще и моделька F18. Из отличий из D52 – лишь меньший объем резервуара. Как следствие этого – более компактные габариты, вес и лучшая эргономика. А еще насадок тут сразу пять. Две стандартные, одна округлая для очистки языка, парадонтологическая для очищения десен и ортодонтическая для брекетов или очищения межзубных промежутков. Как и в старшей модели, все насадки вращаются вокруг своей оси. Стоит примерно столько же. На Яндекс.Маркете я его не нашел, а вот в официальном магазине производителя на Али – всегда пожалуйста. H2O Floss HF6 – еще одна модель популярного производителя на Али. Из достоинств – стильный дизайн, компактность, объемный резервуар на 300 мл, хорошая мощность и опять же пять насадок в комплекте. Две стандартные, ортодонтическая для брекетов, парадонтологическая для десен и одна для чистки языка. Также в коробку положили USB кабель и дорожный чехол. А еще этот компактный моноструйный портативный ирригатор оснащен системой якоря, позволяющей использовать прибор в любом положении, не опасаясь обеспрерывной подачи воды. Уровень давления жидкости в режиме спрей подается в пяти ступенях – от 130 до 760 кПа, а частота пульсаций – до 1700 в минуту. Заряда аккумулятора хватит на две недели. Есть двухминутный таймер и седьмой класс защиты от воды. Очень неплохой вариант портативного ирригатора, цена на который не доходит на Яндекс.Маркете даже до 2000 рублей. Ирригатор Сэнда В350 с крайне вместительным резервуаром на 350 мл. обеспечивает продолжительные сеансы чистки зубов и десен без дополнительной заправки. Он съемный, его легко мыть и заправлять. Давление в режиме спрей варьируется на пяти позициях, начиная с 200 и до 1034 кПа. Заряда батареи на 1800 мА хватит на 20 дней использования. Есть степень защиты от влаги IPX7, а значит можно пользоваться в душе. Отличительной особенностью Сэнда В350 является дисплей, на котором отображается уровень заряда, время использования, выбранный режим и даже температура воды. Ирригатор запоминает последний режим и выключается спустя 2 минуты. В комплекте 5 сменных насадок. Для парадонтальных карбанов, ортодонтическая, две стандартные и для чистки языка. Также положили дорожную сумку и кабель USB Type-C. Перед подачей струи Сэнда В350 предлагает выбрать режим. Не нужно беспокоиться, что сразу после включения вода поструячит куда ни попадя. Весит аппарат всего 340 грамм, что не много, а стоит до 5000 рублей. В принципе, это все, что я хотел показать вам сегодня, но в качестве бонуса вот вам еще один недорогой проточный ирригатор для всей семьи с Алиэкспресс. Называется он Tech4 MK104C, если правильно произношу. А фишкой модели является его ручка, которой прикреплен растягивающийся до 1 метра шланг, на обратном конце которого установлен переходник для крепления к крану. Таким образом, имеем просто неограниченный резервуар. Возможно, кому-то понравится. Также в комплекте есть подставка, 6 разноцветных сменных насадок и двухсторонний скотч для крепления подставки на стену. Посередине ручки девайса есть регулятор напора воды. Вот, собственно, и все. Режима пульсации у этой модели нет, только спрей. Однако зачастую этого вполне достаточно, а насадки разного цвета позволяют пользоваться устройством всем членам семьи. Учитывая, что цена его около 1000 рублей, это весьма приемлемый вариант для дома, доступный любому. Впрочем, в мой топ вошли не все достойные модели ирригаторов, ибо так не хватит никакого ролика. Классные ирригаторы, например, были еще у Bewell, а еще я не показал вам бренды CS Medica и Asia Care. В общем, в описании, после основного блока, я также разместил и ссылки на некоторые не вошедшие модели. Выбирайте, знакомьтесь и следите за своим здоровьем, или же приобретайте родным и близким в качестве подарка. В следующем ролике, если вам зайдет этот, рассмотрим стационарные модели. А пока что, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok